Что это такое? Это моя жизнь на протяжении 18 лет. Или вы думаете, что я не болею? И зря. Мне приговор написан 9 лет и почти 6 месяцев назад. Но благодаря вере в Бога нашего всемогущего, который дает нам возможность и умение учиться и лечиться, я помогаю всем. К слову, больница помогает всем. Вы не знаете, а поверьте мне, я это видел и показываю вам. По сути, много чего мне известно, но если бы не часть отморозков, разворовывающих прошлое коммунизма, то лучшая его часть, а именно здоровье нации, прописанное в Конституции, дала бы большее лечение на 200%. Но Магнитогорск не самый лучший, но становится таковым. Вот вам уникальность. И она уже здесь есть. В Маус городская больница номер 2 города Магнитогорска. Я думаю, что проблемы потихонечку нарешаются. И есть и положительные моменты в последнее время здравоохранения, в частности в нашем городе. Есть, конечно, и отрицательные моменты. В чем положительные моменты? Ну, например, в нашей больнице, прямо надо сказать, последний год-два просто преобразилась. Во-первых, преобразилась в сделанный ремонт. Ремонты достаточно качественные сделали. Практически во всех отделениях сделаны ремонты. Во-вторых, мы приобрели оборудование очень серьезное, компьютерный томограф. На одну реанимацию только бывший министр на нашу реанимацию. Более 20 миллионов выделил на приобретение оборудования. То есть вот это очень положительные моменты. Да, строится, началось строительство. Во всяком случае, проектирование же прошло. Новая больница, которая будет объединить нас с первой городской больницей, с частью хирургии Тресовской больницы. Все это, так сказать, как-то, я бы сказал, улучшает настроение и оптимизм в этом плане. Отрицательные моменты тоже есть. Они заключаются, прежде всего, в отсутствии кадров. В частности, в нашей специальности. Специальность одна из самых тяжелых, и желающих идти туда особо нет. А те, кто заканчивает ординатуру, в конечном счете, либо приобретает новую специальность, как вот в этом году произошло. На базе нашего отделения проходили практику практически все ординаторы, которые обучаются в Челябинске на кафедре анастезиологии и ремонтологии. Вот, и у многих такое было настроение, что закончить ординатуру, проспециализироваться по другой специальности, проучиться и работать уже в дневре анимации. То есть люди поняли, что хлеб достаточно тяжелый. Есть специальности, где платят такие же деньги, но работают намного легче и менее ответственно. Это же касается, конечно, и хирургии, прежде всего. Поэтому в этом плане, конечно, очень серьезный напряг. Приходится всем работать на две ставки после дежурства. А дежурив 24 часа, еще оставаться на 8 часов в день работать, допустим, и того получается по 32 часа. Это никуда не годится без отдыха работать. Поэтому это отрицательный момент. Второй момент я вижу в том, что с ликвидацией городздравотдела как-то больницы стали более обособлены, можно так сказать. Не стало вот тех частых консириумов, которые были раньше. Ну, как-то упала ответственность. Потому что Челябинск далеко, министерство далеко, и не всегда до них достучишься. То есть городздравотдел, конечно, был нужен очень. Это была такая как бы система ответственности коллективной. Каждая больница помогала друг другу в какой-то степени. Сейчас вот наблюдается некоторая разобщенность. Ну, я думаю, что, в принципе, все это как-то ладится и придет в норму. Это один из лучших специалистов города. Их, по сути, немного, то и осталось. В атмосфере нереальности реальные специалисты не нужны. Но мы все в большей степени вернемся и в больницу, и в поликлинику. Без этого никак. Все рано или поздно закончится. Это наша суть. Но суть, данная Господом, нам говорит. А попытайтесь жить максимально долго. Это можно. И благодаря Господу нашему всемогущему я показываю, что даже с четвертой степенью рака глиобластомы можно жить верово в Бога. Но одновременно с этим мы бесплатно проводим стентирование и шунтирование сердца. Лечим ковид. Многое такое, без чего реанимация немыслима. Без анестезии что бы получилось? Да ничего. Я не доезжаю. Почему мы в городе не можем доплачивать? Это же просто. Медицина – это главное. А главная часть – это операции. Без анестезиологии и реанимации здесь нельзя. Может быть, включить мозги и дать деньги, а не смотреть, как лучшая часть медиков пойдет напрямую в рай? Так что мы будем делать, а?